5 главных подвигов российских бойцов на Чеченской войне Сердце у отца сжалось в недобром предчувствии, когда он вышел во двор вертолетного завода, где работал, чтобы перекурить. Неожиданно он увидел двух белых лебедей, которые с жалобным курлыканием летели в небе. Он подумал о Диме. Стало плохо от недоброго предчувствия. Его сын Дмитрий Петров в этот момент вместе со своими товарищами отражал атаки бандитов под руководством Хаттаба и Шамиля Басаева около подножия высоты 776 под Улускертом. Белые лебеди в мартовском небе – предвестники гибели псковских десантников. В день, когда отряд десантников выдвинулся в район боевой задачи, пошел мокрый лепкий снег. Погода была нелетная. Да и местность, сплошные буераки, овраги, горная речка Абазолгол и Буковый лес препятствовали приземлению вертолетов. Поэтому отряд двинулся пешим ходом. Они не успели достигнуть высоты, когда их обнаружили бандиты. Начался бой. Десантники умирали один за другим. Помощи они не дождались. Командующих войсками Шаманов уже доложил президенту России Владимиру Путину, что война в Чечне закончилась, все крупные бандформирования уничтожены. Поспешил генерал. Родители погибших 84 псковских десантников настоятельно требовали провести независимое расследование и наказать виновных лиц, не сумевших в течение трех дней боя с 29 февраля по 1 марта 2000 года прийти на помощь гибнущей роте. Против 2,5 тысяч бандитов сражались 90 десантников. За этот бой 21 десантник получил звезду героя посмертно, Дима Петров в их числе. Звезду родители берегли, как зеницу ока, но не уберегли. Квартирные воры украли реликвию, об этом написали местные газеты. И произошло чудо. Даже у воров оказалось есть сердце. Они подбросили награду около входной двери в квартиру. Именем героя России названа школа в городе Ростове-на-Дону. В 2016 году установлена памятная доска на доме, где Дима занимался в клубе «Юный летчик». Памятника герою в городе нет. Подвиг православного духа без официальных наград. В узком мертвом ущелье Ханчелак в годы Первой Чеченской войны в 1995 году чеченские боевики устроили засаду. Время для спасения всего 25 минут и меньше. Русским вертолетчикам это удалось. Но после кратковременного боя товарищи недосчитались Александра Воронова. Он сидел на бронетанковой машине и, видимо, ударной волной был сбит. Его искали. Безрезультатно. Только кровь на камнях. Саша попал в плен. Еще три дня его искали в окрестных селах. Не нашли. Прошло пять лет. Началась Вторая Чеченская война 2000 года. После штурма селения Утамкалы местные жители рассказали спецназовцам, что у них на заднем дворе есть специальная яма – зиндан. Там сидит русский человек. Случилось чудо. Когда по деревянной лестнице бойцы спустились в семиметровую яму, они с трудом узнали в бородатом человеке, выстлевшем камуфляже, одетого в мешковину своего потерянного друга. Он шатался. Был очень слаб. Боец спецназа Саша Воронов был жив. Он упал на колени, плакал и целовал свободную землю. Его спасла неистребимая воля к жизни и православный крестик. Он брал его в руки, целовал, катал катышки глины и ел. Руки его были изрезаны ножами бандитов. Они отрабатывали на нем приемы рукопашного боя. Не каждому достаются такие испытания. Это настоящий подвиг. Подвиг человеческого духа. Даже и без официальных наград. Жуков шел по минному полю. В Аргунском ущелье разведгруппа при выполнении задания попала в засаду. Она не могла оторваться, имея на руках двух тяжелораненых. Подполковник Северокавказского военного штаба округа Александр Жуков получает приказ по спасению товарищей. Посадить вертолеты в густом лесу не удается. По лебедке поднимают бойцов. Чтобы помочь эвакуировать оставшихся раненых, Жуков по лебедке спускается вниз. Ми-24, которые рассчитаны на оказание огневой поддержки, стрелять не могут. Залп может уничтожить своих. Жуков отпускает вертолет, выходит. В 100 метрах боевики окружают его оставшихся двух бойцов с трех сторон. Шквальный огонь и плен. Убивать бойцов боевики не стали. Ведь пленного офицера штаба округа можно выгодно выкупить. Тракторист, глава боевиков, приказывает пленных не кормить и методически избивать. Он продает полковника Жукова полевому командиру Гилаеву, банда которого попадает в окружение в районе села Комсомольское. Местность заминирована. Гилаев приказывает пленным идти по минному полю. Александр Жуков подорвался на мине. Был тяжело ранен и получил звезду Героя России. Живым. Звезду Героя на парадный китель не прикрепил. В 1995 году в районе площади Минутка переодетые в форму ВДВ чеченские боевики с характерными для десантников короткими стрижками убивали местное население. На камеры снимали якобы зверства русских солдат. Об этом поступило донесение Ивану Бабичеву, генералу объединенной группы Запад. Он отдает приказ полковнику Василию Нужному обезвредить боевиков. Нужный дважды бывал в Афгане, имел боевые награды. На него уже было направлено представление о присвоении звания Героя России. Он с бойцами приступил к зачистке развалин домов. Обнаружили четырех боевиков. Окружили. Приказали сдаваться. Вдруг из развалин раздались выстрелы засевших в засаде других бандитов. Василий Нужный был ранен. Кровь мгновенно выступила в том месте на груди, где должна была висеть золотая звезда. Он умер почти сразу. Таню и 17 детей спасли разведчики. В селе Бамут 18 детей спас разведывательный взвод под командованием сержанта Данилы Бларнейского. Детей боевики задержали в заложниках для того, чтобы использовать их в качестве живого щита. Наши разведчики неожиданно ворвались в дом и стали выносить детей. Бандиты озверели. Они стреляли в их беззащитные спины. Бойцы падали, но под шквальным огнем хватали детей и бежали их прятать под спасительные камни. Погибло 27 солдат. Последняя, спасенная девочка Таня Бланк, была ранена в ногу. Все другие дети остались в живых. Данил был тяжело ранен и не получил звезду Героя России потому, что был комиссован из армии. Вместо этой заслуженной награды он надевает на свой китель Орден Мужества. Пять главных подвигов российских бойцов на Чеченской войне.